Кайл Снайдер приехал на турнир Аланы с четко осязаемой целью, во что бы то ни стало, победить. Этот настрой прослеживался в каждом его жести, в каждом взгляде. Иначе почему обычно разговорчивый американец на сей раз как будто в рот воды наврал и на многократные попытки вашего корреспондента выудить хоть слово отвечал отказом? Вот и на финал он вышел, вернее выскочил, как разжавшаяся пружина, с солидным запасом кинетики, который тут же начал методично реализовывать. Поэтому его триумф виделся мне хоть и нежелательным исходом, но оставлявшим надежду на итоговое интервью. Каково же было мое удивление, когда он отстраненно пробежал мимо и засобирался в аэропорт, а его команда, и в частности Джейк Варнер, то и дело чинили мне препятствия на пути к заслуженному вью. И все-таки, пусть из пятой попытки, я до него добрался. Кайл, схватка была не сложной? Нет, как раз таки схватка была крайне жесткой, и соперник был достойный. Но все-таки тебе не хватало Садулаева. Ждешь реванша с ним? Да, конечно, но это может случиться лишь на Олимпийских играх, на которые мне еще нужно попасть, пройдя сложный отбор в национальную команду. Ну а там, если все сложится благополучно для меня, мы и посмотрим. Конечно, это главный матч для меня на сегодня. Какой будет счет? Борьба покажет. Вы встретились с Садулаевым. Что он тебе сказал? Да, он пригласил меня в Дагестан потренироваться вместе и погостить у него. Это был бы интересный опыт. Ты принял его предложение? Да, после Олимпийских игр, думаю, я наконец доеду до этой удивительной республики. Где тебя будут ждать горы, море и вкуснейший аварский хинкал. Никогда не пробовал, но мне уже интересно. Вячеслав Абусаламов, Реструс ТВ